На Амуре 5 января 2019, контроль уборки мусора, Преамурская 29, смотрим. Баки вывезли, но рядом с баками творится нечто. Идем дальше по Преамурской. Следующая помойка, в районе улицы Гоголя. Так, тоже баки вывезены, да? Частично, опять набиты, и возле баков снова нечто. Идем далее по Преамурской, в район СИЗО и панельных домов. Итак, Преамурская, свалка, вот она в районе СИЗО Гоголя, СИЗО и свалка. Смотрим состояние вывоза мусора. Так, здесь контейнеры переполнены. Ну, комментарии излишни. Чистка на высоте. Идем дальше. Поднимаемся выше, вот по этой улице. И смотрим свалку следующую. Итак, мы поднялись на улицу Школьной. Смотрите, здесь процесс пошел. Контейнеры будут загружены. Но что останется рядом? Это задача дворников, да? Посмотрим, что будет дальше. Но сам факт того, что убирается, уже радует. Всего лишь неделю мусор лежал на улицах, да? Уважение ребятам, которые трудятся. А мы идем дальше на свалку пьяного дома. По дороге здесь и там, наблюдая следы раскиданного мусора. Ну, вернее, даже не следы, а сам мусор мы наблюдаем. Это еще так, цветочки. Идем дальше. По тем местам, которые показывали в прошлых роликах данного плейлиста. И вот свалка на горизонте. Подойдем поближе. Здесь рядышком Луначарского улица. Магазин Ешка. Контейнеры вывезены от части. Но то, что рядом, тоже не внушает радости. Необходимо продолжить процесс чистки. А мы пройдем дальше до свалки девятиэтажки Орлова, 9Б. Пройдем через арку пьяного дома и увидим состояние свалки. Проходим арку с крестами и всякими надписями научно-познавательными. Район детского садика, пьяного дома. И идем к свалке вот сюда, на эту свечку. Свалка уже виднеется. Подойдем поближе. И вот она, свалка. Контейнеры вывезены. Но картинка рядом с контейнером. Оставляет желать большим. Главное не промазать, когда кидаешь мусор в контейнер. Хорошо, если он пустой. Наблюдаете, да? Сразу оговорюсь. Нет претензий к тем ребятам, которые вывозят мусор самоотверженно в выходные дни. Претензии есть к тем, кто осуществляет непосредственно руководство и контроль. И давайте найдем еще какую-нибудь свалку. Хоть какая-нибудь у нас будет образцово-показательной. А это результаты разноса мусора ветром, птицами и бродячими домашними животными. Итак, свалка улица Преамурская. И вот она улица Орлова. Можно подойти и посмотреться в зеркало. Будет у кого такое желание. И констатируем состояние свалки. Контейнеры еще не вывезены. Ребята не успели убрать. Но даже когда они это уберут, смотрите, вот эти вот следы разноса мусора и несвоевременной уборки. Которая является следствием несвоевременной чистки. Что является следствием распиленных денег на ремонт и закупку техники. Ну, много можно продолжать. Но сейчас мы просто констатируем состояние. И давайте на десерт пройдем еще, пересекем Орлова и пройдем через Куэгдовский мост вот на Башняка 5. Так сделаем. Вот по этой козьей тропке, по этой полосе с препятствием мы и пойдем. Целый фильм у нас получается. Целое мусорное кино. Кино о мусоре в Николаевске, на Амуре. Каламур. А вот, собственно, выходим на сам мост. И в перспективе у нас Башняка 5 открывается. Башняка 5, свалка и, о чудо, данная свалка становится чуть ли не образцово-показательной. Смотрите, контейнеры вывезены. Следов остатков не так уж и много. Может быть, закопаны, но навряд ли. Здесь, я смотрю, работали более оперативно. Пройдем в район Галерки, район картонных домиков и посмотрим состояние вывоза мусора здесь. Район, конечно, восхищает. А где у нас свалки? Давайте посмотрим. Нечто стихийное наблюдается вот здесь. Так, адрес Сибирская, 28 или 26. Вот оно. Ну, хорошая привязка, да? Стройка из металлостроя. Заросла, что трендровое. Ну, вот у нас нечто стихийное. Или это оформленная свалка. Главное, чтобы птички не голодали. Так, ну и на закусочку мы еще давайте пройдем в Чайкин двор. Как его называют в народе. Двор и дом, где прошла юность генерального прокурора всея Российской Федерации. И у нас там будет еще момент для контраста. Заодно фоном увидите состояние очистки дворовой и придомовой территории. Выходим на улицу Школьной, поворачиваем направо. Мимо уничтоженной больницы. Мимо замечательных новостроек. И уничтожаемых домов. О! И тут же мы смотрим. Так, Кирова, 14А. Смотрите. Оп. Вот они, следы разноса. Ветром и животными. И вот она, свалка. Контейнеры переполнены. Тут они ниже снеговой ватерлинии. И вот такое вот состояние. Идем дальше. Идем дворами. Параллельно улице Школьной, двигаясь на восток. Так, во дворе Чихачева, 25, у нас, смотрите, идеально, идеально. УК мой дом. Так ли это? На УК мой дом я слышал только сплошные нарекания. Смотрите. Ну, если хорошо, то и надо говорить, что хорошо. Практически так же, как на Башника 5, но даже еще лучше. И двигаемся во двор. В Чайкин двор. Как говорят в народе. Но до этого пройдем еще к одной свалке. По Козьей тропке. И здесь мы натыкаемся на нечто, так думаю, несанкционированное. Смотрите, свалка между домов. Прямо напротив магазина Комфорт. Через улицу Школьная. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это что же тут такое творится-то? Это тихий ужас. Ну, давайте зафиксируем, задокументируем. Я напоминаю, сегодня 5 января 2019. Времени ориентировочно 13 часов 30 минут. Плюс-минус минут 10-15. Смотрите. Тихий ужас. Тихий ужас, Жора. Так, двигаемся. Здесь у нас должна быть одна свалка на вот этот двор из пяти домов сталинских. Заходим во двор, документируем. Все, что видим. Собственно, нам нужна свалка. Она у нас юго-восточная. Так, и вот куда мы шли. Документируем материал. Ну, без комментариев, да? Ай-яй-яй. Не уважили двор Юрия Яковлевича. Может быть, направить прямо ему? Смотрите, как. Ничего не боятся. А ведь страшен, может быть, гнев генерального прокурора СИЯ РФ. Ну, без комментариев. Здесь, по-моему, одна свалка. Вот эта вот. Давайте еще на Школьную-212. И закончим данный познавательный, научно-популярный фильм. Подходим к придомовой территории Школьная-212. Заходим во двор. Фиксируем видеоматериал. Так. Двигаемся. Двигаемся дальше. Так, вот мусор. Мусор валяется здесь. Все, у тебя автомашки. Так, что нахуй. Все. Стафик. Так, натюрморты. Общага бывшая, заводская. Снизу металлорежущий цех. Газом отравляющий людей. Куда ни ткни, всюду клин. Смотрите. И вот мы подходим. Вот она свалка. Смотрите, как эпизодично. И вот дети здесь играют. В условиях антисанитарии. Смотрите, как просто шикарно. Свалка здесь была. Всегда здесь была свалка. Всякое было. Здесь мы заканчиваем наш поход. Еще раз говорю. Претензии не к тем людям, которые убирают мусор, вывозят его на машинах, грузят лопатами. То есть не к работягам, а к тем, кто осуществляет управление вывозом и контроль. К тем, кто берет за это деньги. Напоминаю людям, что вы совершенно не обязаны оплачивать липовые квитанции, липовых управляющих компаний. Не обязаны. Во-первых, квитанции без печати, без подписи. Это просто бумажки. Фиктивные бумажки. Ну и результаты, конечно, их управление по вывозу мусора удручают. Просто удручают, друзья. Поэтому я вам очень желаю терпения. Я желаю вам твердости в решении наших насущных вопросов. С Новым Годом! Улыбайтесь. Завтра будет хуже. Материал записан в качестве доказательной базы для отправки в прокуратуру. Мусорный кризис. Резюмирование семи предыдущих роликов. Роман Зайцев, живу на ДВ, освещая вопросы ЖКХ.